Поэтому наше с вами небольшое мероприятие дать памяти тем, кто воевал, тем, кто продолжил дальше войну, тем, кто погиб за Москву, тем, кто не должен до победы и тем, кого уже сейчас нет, потому что, знаете, ветеранов становится все меньше и меньше. Память – одно из самых главных и вечных человеческих качеств. Всем желаем успеха! Ты моя надежда, ты моя отрада, В сердце у солдата Ты моя Москва Мы свою победу Выстрадали честно Преданы святому Кровному родству В каждом новом доме В каждой новой песне Помните ушедших Братья, как сия, Какие-то божественные Никто не было империума Я так страшен, чёрт, как его поймут Синее сияние Неподкутных глаз На равнинах снежных Неподкутных курсанты Началось бессмертие Жизнь оборвалась Мне на этом свете Ничего не надо Только в лихорете Ты была жива Ты моя надежда Ты моя отрада В каждом русском сердце Ты моя Москва Ты моя надежда Ты моя отрада В каждом русском сердце Ты моя Москва Все, что было с нами Вспомнят наши дети Все, что потеряли Что для них спасли Только ты отстала С лучшим на планете Самым справедливым городом Субтитры Субтитры Ухаженные в грозной дали Огонь Тяжелой батареи Ярость та, что клокотала В атаках русских Штыковых Упругий Чистый звон металла Как перестук Сердеть Она свидетельствует миру О нашей доблести в бою Солдаты Дети Командир Командир В крови У смерти На крови Забыв Дыму В окопной глине Что сон Бывает На юге Вы Беспощадно Жить Уберли Открыли Битву За Москву Бередний край Коварный Угрюмый Без жителей Без песен Без огнений Без Он говорит Ты о Москве не думай А я молчу И думаю о ней Она меня учила Поднимала Мне мало иногда по вечерам Ловить ее из рупора Мне мало замедленных Как письма Телеграмм Она моя Она трудом досталась И оттого она еще родней Я не в Москве Но сердце там осталось Вот почему я думаю о ней Как русский парень Как законный житель Как запевалась песню вдвоем Я должен быть участником событий Происходящих в городе моем Москва Мое могущество земное С ее высот Грядущее видней Она со мной Она передо мной Я днем и ночью думаю о ней И вражьих пикировщиков Орава И грохот бомб Солдаты нипочем Когда в груди живет их Крепнет право Любить Москву И зваться москвичом АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИГОЛЬСТВЕННЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Двуховщиковская Анастасия Юлия Владимировна Дронина Зинка Мы легли в разбитой еле, ждем, когда же начнет светлеть Больше ныли вдвоем теплее, на продрогшей сырой земле Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет Где-то в яблочном захолустье мама, мамка моя, живет У тебя есть друзья, любимый, у меня лишь она одна Пахнет хазик вошнем и дымом, за порогом бурлит весна Старый, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет Отогрелись мы еле-еле, вдруг нежданный приказ вперед Снова рядом в сырой шинели светлокосый солдат идет С каждым днем становилось горше, шли без митингов и знамен В окружение попал подорший наш потрепанный батальон Зинка нас повела в атаку, мы пробились по черной ржи По воронкам и буеракам, через смертные рубежи Мы не ждали посмертной славы, мы хотели со славой жить Почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит Ее тело своей шинелью укрывало я, зубы сжав Белорусские ветры пели о Рязансе в глухих садах Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет Где-то в яблочном захолустье мама, мамка твоя живет У меня есть друзья, любимый, у нее ты была одна Пахнет в хате квашней дымом, за порогом бурлит весна И старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла Я не знаю, как написать ей, чтоб тебя она не ждала АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аспенек Фензар, Диадел, Яков Хмельницкий, Звезда Осенней ночью падает звезда, в полном небе света в раздорожке Приметы есть Звезды падут через след, тревожный признак, чисто смерти след Приметы есть Но как поверить ей, мы пережили тысячи смертей без звездной ночи в окружении тьмы Друзей в походе хоронили мы и дальше шли в снегу, в чаду, в пыли Ах, если б звезды скорбный счет вели и падали по тяжести утрат Какой бы разразился задопар О, сколько б звезд не зринулся в ночи Над теми, что расстреляны в Керчи Над павшими увязьми в Орле Над школьницей, что умерла в петле Над теми, что в Берлине сражены За две минуты до конца войны Весь Млечный Путь в безмолвии ночного Осыпался бы горыстным дождем Но совершенно недалеко, чуть видно, скрывается звезда Всего одна Подсказывает мне под лучший след иной другого не примет Цветает падшая звезда Кого-то позабыли навсегда Но тот, кто в вечной памяти у нас Тот для вселенной тоже не указ Слянулся мне, по ночам не найду Матросово-солдатскую звезду И, оглянувшись к чистому лучу, звезду космотиньянской отыщу И, озарив осенний небосклон, зайдутся звезды Брест и Краснодор АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как души рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собою, Жить начинавшие едва, Чтоб было небо голубое, Была зеленая трава. Владимир Владимирович Крисовский Режем меньше. Режем меньше на утра, И четвертый срок большой, Но пески, как в барабан, И впьется память, Приведется в бой. Москвичи писали письма, Что Москвы правы не взять. Наконец разобрались мы, Что назад уже нельзя. Нашу почту почтальоны Доставляли через час. Слишком быстро, лучше года, Эти письма шли от нас. Мы, как женщин в боя, Ждали, врывшись землю из снега. И виновных не искали, Кроме общего врага. И не находили места, Ну, скорее, хоть штыки, Отступившие от Бреста И сибирские полки. Ждали часа, ждали мига, Наступление столько дней, Чтоб потом писали в книгах, Беспримерно по своей, По своей громадной вере, По желанию отомстить, По таким большим потерям, Что не вспомнить, не забыть. Кто остался с похоронной, Прочитал ваш муж, наш друг. Долго будут по вагонам, Кто без ног, а кто без рук. Как и чем, с каких позиций, Оправдаешь тот поход. Почему мы от границы шли назад, А не вперед? Может быть, считать маневром, Был в истории такой Только лучше в 41-м Нам не драться под Москвой. Помогите хоть немного, Оторвите от жены. Дай вам Бог поверить в Бога, Если это Бог войны. Попов Александр, 9-й М-класс, Ильяс Аута, Песня о войне. Проснулись все, кому спалось, На небе что-то взорвалось. Я распахнул свое окно, Глянул вверх. И тут мне сзади говорят, Ты посмотри, опять бомбят. А я в ответ, Да это ж просто фермер. Кому в ответ, кто говорил, Ведь я один в квартире был, Живу у матери, Давно, наверное, спит. Я обернулся, что за бред, Передо мной стоял мой дед, Мой дед, который в 45-м был убит. Шинель, пилотка, пабоша, А я стоял едва дыша, И головой своей мотал, Чтоб сам прогнать. Но дед не думал ходить, Он попросил воды испить. Потом сказал, Присядем, ну, к чему стоять? Напротив деда я сидел, И словно в зеркало глядел, И дым махорки незнакомый мне вдыхал. А он курил и говорил, О том, где воевал, где был, И как на воде в него снаряд попал. Тут его взгляд задумчив стал, И дед надолго замолчал. Потом вздохнул и произнес, Скажи мне, внук, Ты отчего же так живешь? Как будто свой башмак жуешь, Как будто жизнь для тебя Сплошной недуг. Я растерялся, Но потом ему все вывалил гуртом, Что современный человек Такая дрянь, Что я и саджу на козла, Что в людях совесть умерла, И что отмыться им не хватит В мире бани. Я что-то там еще кричал, Но тут кулак на стол упал, Горячим страшным взглядом Дед меня сверлил. Тебе б со стороны взглянуть, Мой внук, На жизни твоей суть, И ты б тогда совсем не так заговорил. Неужто ради ваших слог За хлеб и зрелище мешок Мы погибали под огнем Фашистских рыс? Эх, нету Гитлера на вас, Тогда б вы поняли за час Всю ценность жизни, Ее прелесть, Ее смысл. Уже рассвет входил в мой дом, На белье птицы в этот окно. Солдат исчез, И я вдруг начал понимать. В любом из нас есть война, Не знаю, чего это было, Но нам, людям, Не любят погибать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Весела жизнь на волоске, И шло в сражение ополчения На ближних поступках к Москве. Здесь наша боль, И наша слава, И ты судьбе не изменяй, Москва, Москва, Моя держава. Передний край, Передний край. Любовь к Москве, Любовь святая, В тот страшный час В восемьем гле Шли в бой сыны Степного края На ближних поступках к Москве. Но и всегда Лежать остался Товарищ мой В сырой траве. Но и всегда Лежать остался Товарищ мой В сырой траве, Где приедевший полок Сражался На ближних поступках К Москве. В лучах прожектора металась, Глезда в полночной синеве, И дальних звезд Судьба решалась На ближних поступках К Москве. Здесь наша боль и наша слава под июньский гром победный май москва москва моя держава москва всегда передний край а 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 и его она а и вой начался в ранний час шел первый день войны а дальше четыре года ждали и все четыре года были свинцом простреле на расходе но мы и песни их не забыли puisqu'так про сей шумела в поле злая осень На землю падали листва. Их было только двадцать восемь, А за спиной была Москва. На них чудовища стальные Ползли, стреляя на ходу. «Так не сдадим страну родную», Сказал вальдейцем политрук. И все решили за Клочковым «Умрем, но танком не пройти». И вот уже в огне в Багровом Пылают танки на пути. Не пропустили вражьи танки, Герои родины своей. В сырой земле лежат останки. Странное слово «богатыри». Мы слабо русскую разносим И помним родину слова. Их было только двадцать восемь, А за спиной была Москва. Был трудный бой, Все нынче как спросон. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я Мамчук, а как зовут, Забыл его спросить. Лет десяти-двенадцати, Бедовый, из тех, что главарями у детей, Из тех, что в городишках прифронтовых, Встречают нас, как дорогих гостей. К машине, машины обступают на стоянках, Раскатим воду ведрами, не труд. Приносят мыло с полотенцем в танки, И сливы недозрелые шеют. Шел бой за улицу, Огонь врага был страшен, Мы прорывались площади вперед. А он гвоздит, не выглянуть из башен, И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишком Он примастился, столько всяких дыр. И тут к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, Я знаю, где их пушка, я разведал, Я подползал, они вот там, в саду. Да где же, где? А можно я поеду на танки с вами? Прямо приведу. Что ж, бой не ждет, Влезай сюда, дружище. И вот на танке Катим четвером Стоит парнишка, мины, пули свищут, И только рубашонка пузырем. Подъехали, вот здесь, И с разворота заходим в тыл И полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарь и копоть, От дома к дому шел большой пожар. И помню я сказал, спасибо, хлопец, И руку как товарищу пожал. Был трудный бой, Все нынче как с просонку. И только не могу себе простить, Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, А как зовут, забыла его спросить. Произведение собственного сочинения Рассвет, окоп, Уж трети сутки, Гремит, орут, Всего трясет. Бывают редко промежутки, Когда на час приходит сон. Но даже в нем кошмары жуткие, И вспоминается лишь дом. Но все равно я слышу шутки, У нас ведь русский батальон. Товарищ слева, Справа друг, Мы ищем славы, Люди мрут. Те люди правы, Какие правды ждут, И наши русские дубравы Вперед ведут и берегут. И наш солдат сидит в окопе, В окопе множество солдат, Он может быть хоть стар, Хоть млад. Родные стали лица эти, Есть тысяча имен на свете, Но каждый носит имя брат. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Приросшие люди, когда их можно снять почти без боли. Я это помню, я это поняла, поймёшь и ты. Как жалко, что науке доброты нельзя по книжкам научиться в школе. День кинова 11. Данное стихотворение всё-таки 54-го года освящено не битвой, а поздним и более радостным событием всё-таки писёт. Александр Межиров, сон. Был бой, и мы устали на потере всего, чем обладает человек. Шутил полгода сонные тетели и падал от усталости на снег. Нам жить не очень-то хотелось. В том феврале 4-го числа мы перевоевали, и наша смелость по правде лишь усталостью была. Мы не хотели жить, и мы уснули. Быть может, просто спать хотели мы. Мы головы блаженно повернули в глубоком сне навстречу нашим снам. Мне снился сон в его широком русле. Скользил смолёный корпус корабля. С солёным ветром паруса нагрузили, вселяя страх и душу веселя. Мне снился сон о женщине далёкой, о женщине жестокой, как война. Завущей глазами с поволокой. Меня она на палубу вела, и мы стояли у штурвала. Лядом с ней стоял я у штурвала, а в прибрежных чащих, не вдали. Кукушка так усердно куковала, что мы со счёта сбиться не смогли. И мы летели в прозерень куда-то, уже светало на обоих берегах. Так спали полумёртвые солдаты, от Шлиссельбурга в тысячи шагах. Ночной костёр случайного привала, уже залой подёрнулся на треть. Ведь проснулся я, кукушка куковала, невозможно было умереть. Я услышал в каком мне классе? Так, Антон, всё, давай себе. Окей, я в 4, да? Вань, меня хорошо слышно? Полно. Так, я Ильич Антон, я из 11 класса, вот с вами вместе. Хочу я почитать Соловьёв Михаила Дуга. О мёртвых мы поговорим потом. Смерть на войне обычна и сурова. И всё-таки мы воздух ловим ртом при гибели товарищей. Ни слова не говорим. В сырой земле выкапываем яму. Мир группы прост. Сердца сгорели. В нас остался только пепел. Да упрямо от ветреных скулов ледяных. В 350-й день войны. Ещё рассвет по листьям не дрожал. И для страстки били пулемёты. Вот это место. Здесь он умирал. Товарищ мой из пулемётной роты. Здесь бесполезно было звать врачей. Не дотянул бы он и до рассвета. Он не нуждался в помощи ничьей. Он умирал. И, понимая это, смотрел на нас и молча ждал конца. И как-то улыбался неумело. Загар сначала отошёл с его лица. Затем оно темнее, каменело. Ну, стой и жди. Замри. Застынь. Запри все чувства сразу на защёлку. Вот тут и появился соловей. Несмело и томительно защёлкал. Потом смелее, входя в горячий пыл. Как будто сразу, вырвавшись из плена. Как будто сразу обо всём забыл, Высвистывая тонкие колена. Мир раскрывался, набухал рассой. Как будто бы ещё едва, значит, здесь. Рядом с нами возникал другой. В каком-то новом сочетании качеств. Как время по траншеи тёк песок. К воде тянулись корни обрыва. И ландыш, приподнявшись на носок, Заглядывал в воронку от разрыва. Ещё минута задымит сирень Клубами фиолетового дыма. Она пришла обескуражить день. Она везде. Она непроходима. Ещё мгновенье перекосит рот От сердца раздирающего крика. Ну, успокойся, посмотри, цветёт. Цветёт на минном поле земляника. Лесная яблонь осыпает свет. Пропитан воздух ландышем и мягкий. А соловей свистит. Ему ещё в ответ второй. Потом ещё четвёртый. Пятый. Звенят стрижи. Малиновки поют. Звенят стрижи. И где-то близко, где-то рядом-рядом Раскидан настороженный уют Тяжёлым, громыхающим снарядом. А мир гремит на сотни версток рест, Как будто смерти не бывало места. Звенит неумолкающий оркестр. И нет преград для этого оркестра. Весь этот лес, листом и корнем каждым, Ни капли не сочувствуя беде, С невероятной яростной ужаждой Тянулся к солнцу, к жизни и воде. Да, это жизнь. Её живоизвение. Её крутой, бурлящий водоём. Мы, кажется, забыли на мгновенье О друге, умирающем своём. Горячий луч последнего рассвета Едва коснулся острого лица. Он умирал, и, понимая это, Смотрел на нас и молча ждал конца. Нелепа смерть. Она глупа, тем более, Когда он, руки расцветав свои, сказал «Ребята, напишите поле, У нас сегодня пели соловьи». И сразу канул в омут тишины В трёхсот пятидесятый день войны. Он не дожил, не долюбил, не допил, Не доучился, книг не дочитал. Я был с ним рядом, был в одном окопе, Как он о поле, о тебе мечтал. Быть может, я в песке, в размокшей глине, Захлёбываясь в собственной крови, Скажу «Ребята, дайте знать Ирине, У нас сегодня пели соловьи, И полетит письмо из этих мест Туда, в Москву, на Зубовский проезд. Пусть даже так, потом просохнут слёзы, И не со мной, то с кем-нибудь вдвоём, У той, поджигародовской берёзы, Ты смотришься в зелёный водоём. Пусть даже так, потом родятся дети Для подвигов, для жизни, для любви. Пусть их разбудит рано на рассвете Томительные наши соловьи, Пусть им навстречу солнце зноем брызнет, И облака потянутся гуртом. Я славлю смерть во имя нашей жизни, О мёртвых мы поговорим потом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На сведенном жума, 8-й, Эл. Александр Твардовский. Баллада об отречении. Вернулся сын в родимый дом С полей войны великой И запояс на нем шинель каким-то лыком Небрита смесит борода Вершится, что чужая И в дом пришел, как беда приходит труп большая Но не хотели мать с отцом в беде тотчас поверить И сына встретили вдвоем, а не у самой двери Его доверчиво обнял отец Что сам когда-то три года с немцем воевал И добрым был солдатом Навстречу гостю мать бежит Сынок, сынок родимый Но сын за стол засесть пишет И смотрит как-то мимо Беда, что не было на порогах И нет родных спокойствий Как на войне дела, сынок А сын махнул рукой А сын сидит с набитым ртом И сам спешит признаться Что ради матери с отцом Решил в живых остаться Родные поняли не вдруг Но сердце их сомнило И край передника из рук Старуха увомила Отец себя не превозмог Понимал рукой Ну что ж, ходит так, сынок Ты убежал с бою И замолчал отец солдат Сидит согнувшись в спину И грустный слой от твой взгляд От глаз родного сына Тогда гляди с надеждой сын На материн передник Ведь у тебя я мать один И первый, и последний Но мать, поставящая на стол Лишь дрогнула плеча Показалось, день прошел А может, год в молча И праздник встречи навсегда Как будто канул в омут И в дом пришедшая беда Уже была, как будто ума Не та беда, что без беда Для совести и чести А та несчастная, когда позор И горе вместе Такая боль Такой позор Такое злое горе Что словно мгла на весь твой двор И на твое подворье На всю родню твою вокруг На праздника и деда На внука, если будет внук На друга и соседа И вот поднялся тихий строк Своей большой кручине Отец-солдат Так вот, сынок Не сын-то не от меня Не мог мой сын на том стою Не мог забыть присягу Покинуть родину в бою Прийти домой, бродяга Не мог мой сын, как я не мог Забыть про честь солдата Хоть защищали бы, сынок, не то, что вы Куда там И ты теперь покинь мой дом Ищи отца другого А не уйдешь Так мы уйдем Из-за родного крова Аплодисменты 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 Тепный дождь Ужинка Ужинка В треящуюся грязь Маленькая Смерти не поверит И разлуки не поймет Так, хоть от их крохотной потерь Докатилась для нее война Некуда от странной мысли детства Это не игрушка Не пустяк Это будет Глобные дети Это же место Искричное Аплодисменты 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 Чпарва надежда Одиннадцатый день Баллада Абдас Доберта Рождествен Был он рыжий Как из рыжих Рыжих Словно апельсинов Мать шутила Мать веселая была Я от солнышка Ребенка Надевала А гребой был Черным-черным Ее Черный Ильтав Колевшая Смолье Хохотала Надроскросами Она Говорила Слишком ночь Была темна В сорок первом Сорок палец На году Прокричали Репродукты Ребенок Оба сына Оба двоя Соль земли Поклонились маме В пояс И ушли Доберлось Боим Почуясь Молодым Рыжий Бешеный Огонь И черный Дым Злую Извини Незаспроявшихся Болей Севый Цвет Прицелит Аблю Испыталей Оба сына Оба двоя Два крыла Воевали до победы До конца Почтала Не дневила Не слила Она судьбы Похорок Обошла Ее Повезло ей Приварило счастье Вдруг Повезло Одной На три села Вдруг Повезло ей Повезло ей Повезло Оба сына Возвратились В село Оба сына Оба двоя Оба двоя Оба сына Возвратились В село Оба сына Оба двоя Плоти втать Золотистых орденов Не сосчитать Пустина Я сидя Девухом Плечом Плечом Мы Целы Целы Что еще Пил Девятый Сынок Возвратилось В обоих Изменился Цвет волос Стали волос С лотиной Белизны Игра Много Слова Девятого 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 Аплоди Александр Девятович Москва Один Числов Девятого Слова Девятого 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 ПЕСНЯ 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 И теперь мы приступим к вручению. Начнем, потянем интригу немножко, и начнем, наверное, с тех, кто выступил успешно. Тех, кого мы отметили. Это у нас Котельников Ростислав. Хотелось бы обратить внимание, что это стихотворение было собственного сочинения. Котельников Ростислав. Кокарева Валентина. Денькин Иван. Ваня, пожалуйста, к сожалению, я не слышала твое выступление, сейчас еще раз прочитаешь, ладно? Третье место, третье место. Крупадерова Софья. К сожалению, Беланчук Ксении у нас нет, я обязательно передам. Аспенников Елизак. Да, особо проникновенная труба. Классова Ксения. Это уже мы начинаем второе место. Планка поднимается. Классова Ксения. Бацаев Илья, который нам с вами задал тон выступления. Молодец, Илья. Химанович Александр, к сожалению, ушла. Но я обязательно передаду. Ну и особо, особо хотелось бы отметить тех, кто занял первое место. Сказать большое спасибо за то, что они преподнесли настоящий урок для маленьких, для шестых классов. Ильякович Страковская. Илья, между прочим, тоже нашим уроком участвует. Какие молодец. Илья Кассио. Насрединов Джума. Поздравляю, пожалуйста, очень радостно, что наше мнение совпало с вашим мнением. Да? Мне кажется, что это очень, очень хорошо. И, ну, наверное, бесспорным нашим сегодняшним победителем является Попов Александр. Поздравляю, пожалуйста, поаплодируйте самым талантливым сегодняшним детям. Да? Большое вам спасибо. Поздравляю, молодцы, молодцы, молодцы. Ждем вас в следующем конкурсе чтецов. Вы попробуйте победить Александра Попова.